Добрые ранницы, Беларусь! Доброе утро, страна! Анна Квилория, Татьяна Матусевич начинают утро нового дня вместе с вами. И в предстоящие выходные, а точнее уже завтра, 17 апреля, в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет ставшее уже традиционным соревновательное шоу «Танковый биатлон» при поддержке Министерства обороны. О том, почему туда стоит сходить, что там можно увидеть, давайте поговорим с директором этого прекрасного комплекса Александром Метлой. Александр, доброе утро! Доброе утро! Мы видим кадры потрясающие. Скажите, пожалуйста, если это биатлон, то будут ли танки на лыжах? Да, конечно же. У танков же лыжи, это гусеницы практически лыжи. Но, конечно, сцепление лучше, чем у лыж, то есть они не скользят, они катятся на этих лыжах, на катках, так что ассоциация немножко есть. Но биатлон, наверное, из-за того, что множество препятствий и множество заданий, которые нужно выполнить экипажи. Почему оно так появилось? Ну, оно появилось, наверное, в России, когда танковый биатлон там проводился в Алабино. А уже мы взяли так... Ну, единственное, что мы попытались сделать, это более наглядно для зрителей. Потому что если вот так вот посмотреть в Алабино, у меня там брат ездил, он рассказывал, ну, танк уехал за два километра, где-то там выстрелил, где-то там препятствия прошел. И только телевидение спасает ситуацию и показывает в реальности, как танки преодолевают препятствия. Что мы пытались сделать? Мы пытались препятствия все подтянуть к зрителям, чтобы танк преодолевал препятствия перед зрителями. И вся боевая работа, как погрузка боеприпасов, как выстрелы, они относительно близко к зрителям происходили. И это было визуально видно без помощи телевидения. Вот этот у вас танковый бетон, он же юбилейный, пятый. И в этом году соревнования будут проходить на современных танках Т-72. Я даже подсмотрела, чтобы все было правильно. В чем конкретно соревнуются экипажи? Потому что нам, девочкам, немножко это непонятно. Ну, так или иначе, есть хронометраж времени. То есть это нужно, в принципе, занять свои места рабочие, механику-водителю, наводчику-оператору, командиру танка. Пройти дистанцию, пройти препятствия. Это горящий забор, брод, большая лужа с водой, горочку преодолеть, раздавить машину, загрузить боеприпасы. Раздавить машину, извините, что я вас прерываю, но вы так об этом буднично говорите. Спокойно? Да, ну просто подумаешь. Знаете, мы один раз попробовали раздавить машину. Почему-то блогеры довольно часто обращаются на линию Сталина. Всем почему-то нравится, когда танк переезжает машина. Краш-тесты, в общем говоря, всем интересно. И оно в чем-то элемент шоу и существует. Но там нюансов-то и особых нету. Единственное, что это машины старые, списанные, ну или которые люди уже не используют, по сути дела. Которых не жалко, в общем. Которых не жалко, да. Вообще само название танковый биатлон, оно включает в себя два термина. Один военный, да, а второй такой более спортивный. Так все-таки кто на самом деле будет сидеть за штурвалом? Это правильно называется в танке? Военный человек или все-таки спортсмен? Это, по сути, реально ребята, которые служат. Срочники, которые подготовили Министерство обороны. 72-й учебный центр. Потом уже в 120-ке они уже прошли еще большую подготовку. И, в принципе, эти экипажи будут соревноваться с участниками международных соревнований. Что интересно, что периодически ребята простые срочники, они выиграют у ребят, которые ездят международно. Ну, может, ребята расслабляются иногда. Может быть, ну, спорт есть спорт. Тут очень множество разных ситуаций может быть. Например, ослеп танк. Немножко мимо поехал препятствие. Где-то там штрафные очки начислились. Например, выстрел не произошел, потому что заклинило орудие. Или стрельба из НСВТ произошла, ну, нештатная, и он поехал без стрельбы. Ну, всякие ситуации бывают. Из-за этого, конечно же, тут дело случая, и может выиграть обычные ребята, которые служат полгода-год. Мне, знаешь, Ланя, напомнила рекламу социальную военкоматов, которые мотивировали молодых людей все-таки приходить в армию. И там, по-моему, одна из строчек этой рекламы звучала так. Ты играешь, значит, в доту или еще во что-нибудь. Вот у тебя есть реальная возможность просто поиграть, а пожить вот в этом все. Анна, знаете, что у меня типичный вопрос. А можно прокатиться на танке за рычагами? А можно ли? А я отвечу, можно в Министерстве обороны. Научат. Там всего лишь полтора года нужно отслужить. И, в принципе, разрешат за рычагами ездить, обучат. Потому что я скажу, что сразу за рычаги-то, в принципе, нельзя. Человек быстро спалить может сцепление, повредить машину боевую. А ремонтировать-то ее надо. Естественно, эта подготовка идет на тренажерах, в классах. А потом уже ребята садятся за рычаги. И просто так вот это люди сели и поехали. Ну, я бы сказал, что это неправильно. Ну, сели и поехали, понятно. Это сложно. Александр, а вы сидели за настоящим танком? Да, я периодически сажусь за рычаги. То есть, ну, мой любимый танк, это десантный танк. Нет, у меня не полтора, у меня всего лишь шесть лет было. Я все-таки пять лет в ВИЗРу закончил, потом военная академия уже, когда я выпускался. И потом уже год я служил в штабе ВВС. И тоже у меня солдаты были. Прокатиться с Александром, может, смело делать. Я тот человек, который уже это сделал. Я хочу сказать, что такого погружения вообще в военную какую-то тематику, в тему Великой Отечественной войны, у меня не было никогда в жизни. Ну, Александр, плюс ко всему, еще завтра, помимо танков, зрители увидят реконструкцию историческую, военно-историческую. Ржевская-Вяземская операция 1942 года. Наступательная. Наступательная операция. Почему именно вот эта вот уступательная операция? Ну, во-первых, про нее сейчас начали говорить. Многие ее считают, что все-таки это мясорубка. С другой стороны, я считаю, это больше учеба. Особенно на тактическом уровне для батальонов, полков, которые, в принципе, выполняли задачи, и задачи иногда выполняли неправильно. Например, снабжение прерывалось. И снабжение прерывалось. А что такое полк, например, без боеприпасов и без еды? Ну, люди деморализованы, и воевать без оружия, без боеприпасов практически невозможно. И, в принципе, тут отлаживалась наука побеждать. И, конечно, многие там винят или Жукова, или каких-то командармов. Но если так посмотреть на командармы, это Рокоссовский, это Конев, это Жуков. Это, по сути, все маршалы победы, которые в будущем будут. То есть я считаю, что для них это была большая школа. Хотя Жуков, он прибыл туда достаточно поздно, чтобы что-то поменять. Он уже получил ту ситуацию, которая была. И взаимодействие, конечно, там было очень плохое. Хотя территория была занята, но задачи операция не выполнила. То есть остался же Ржевский выступ, который был как плацдарм на Москву. И не дошли до Смоленска, как планировали практически. Но все равно приблизились значительно. И освободили многие области. И, конечно же, вот эти вот с января по апрель бои, они очень-очень тяжелые. Это безвозвратные потери, около 700 тысяч. 700 тысяч людей, это конечно. Да, это погибших около 300 с чем-то тысяч с нашей стороны. И безвозвратные потери немцев, это около 360 тысяч тоже. Александр, давайте вот, в принципе, мы поняли, что 17 апреля нам всем обязательно нужно посетить линию Сталина. Но в целом мы готовимся к 9 мая. И, как всегда, у вас тоже будут интереснейшие реконструкции. Я вообще человек, который побывал у вас там много раз. Я считаю, что лучшего, правда, погружения и возможности понять вообще, что такое была война, чем посещение вашего комплекса, его просто нет. Вы все время развиваетесь. Какие вообще у вас планы на будущее? Я знаю, что вы хотите что-то авиационное туда привезти. Ну, да, у нас задумка есть сделать все-таки аэродром, чтобы у нас подыгрывали самолеты. Ну, как бы задумку потихонечку пытаемся осуществить. И, в принципе, там, может быть, начнется школа пилотов какая-то. Но пока что это в задумке, в планах больших. А так это в основном выпуск новой техники. Например, мы сейчас вот делаем БА-64, колесный бронетомобиль. Мастерской вашей, которая делает реконструкции. Маленький бронетомобиль разведывательный, который с 42-го года нес бремя разведки, в принципе, передовой. То, чего не хватало в начальный период, когда не знали, что происходит. В принципе, разведка, происходило становление разведки. В общем, планы у вас огромные. Александр, мы желаем вам удачи. Пусть потихонечку, потихонечку, и все у вас получится. А мы потом придем посмотреть на ваше авиационное шоу. Обещайте. Ну, постараемся сделать. Там уже и друзья дорогие, там уже и сейчас есть что смотреть. Невероятное количество интересной техники, люди, которые действительно поглощены с головой тем делом, которое они делают. Приезжайте, посмотрите. Я думаю, что вы нам скажете потом спасибо нашей программе. Напоминаем, что в гостях у нас был директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина» Александр Метла.